Итак, я нахожусь на трассе Мой-Кургон. Это трасса, которая разделяет этот район Виш-Кургон и Мой-Кургон. Это параллельная линия Келес-Юла, которая выходит в границе с Казахстаном. Так вот, сейчас я увидела такую картину, очень интересную. Глупая, конечно. Тут на высокой скорости приезжала Тесла. Очень удивительно, но звук был просто наиминимальнейшим. И тут приезжает, они явно на перегонки играли, Nexia. Это просто смешно наблюдать, конечно, но они явно соперничали, вернее, играли на перегонки. Это глупо. На высокой скорости. Тут люди проходят, тут зебра. Ну, пофиг обоим этим водителям, потому что на Тесле, я не знаю, как с тормозами, но доверия к Тесле, естественно, больше. Ну, тут у нас еще и товарищ на Nexia, который соревнуется в скорости с Теслой. Вот такие вот есть идиоты у нас. Вы бы видели эту скорость? Это просто жуть. Ну, вот то, что мне понравилось, у Теслы просто вообще нету звука. Шикарно просто. А вот эти вот машинки, наверное, в 10 раз тише едут, чем то, что я сейчас наблюдала. Буквально минут назад. Ближе к шести и после шести тут достаточно большое количество машин приезжает. И часто приходится ждать, чтобы тебя пропустили на ту сторону. Хотя здесь, знаете, двухсполосная дорога всего лишь. Давайте пройдем на ту сторону. Надеюсь, нас уважат, увидят зебру. Нет, нас не уважают. Мы же на Караканше. Вот так вот. Так, один мой друг говорил, чтобы лишь бы почки, деревья не дали почек. Ну, как я наблюдаю, деревья уже с почками активными особенно наблюдаю я у черешня. Прям они такие набитые-набитые. Непонятная погода. У нас сейчас как бы неделя, буквально неделя плюсовая погода. Но она не такая теплая-теплая. Это максимум 7 градусов. Потом резко холодает. Еще на неделе полторы идет снег. Вот с такой вот переменчивым. А вот здесь уже листья пошли. Нет, оказывается, нет, не листья ошиблась. Но по виду деревья у нас уже полностью готовы к распуску листвы. Потому что у нас сейчас вроде зима, да, она не такая прям холодная. Да, вот тут в отличие там от остальных зим у нас все-таки. Вот такие почечки у нас уже готовы. Вот видите. Неделя, и они не распустятся. Такая вот странная погода. Вроде как бы холодная. Ну, и не тепло, и не холодно. Непонятно, короче, такая погода. Но в большинстве случаев это плюсовая погода. И деревья у нас уже дают свежее листво. Вот даже вот, обратите внимание, вот сосны. Тут у нас уже вот с этой стороны особенно заметно 90% иголок обновились. Вот здесь где-то на 50% свежие иголки. Ну, для северного растения это вполне себе нормальное явление. Здесь у нас один единственный оставшийся какой-то академический лицей. Он работает или нет, я вот не могу знать. Знать, хотя вот здесь форма и так далее есть, оказывается. Интересное место. Ёлочка до сих пор у нас украшена. Вот такие вот у нас интересные тут дома. Очень много я наблюдаю BYD. Даже вот электрокаров намного больше, чем обычные машины в последнее время. И мне очень нравится, когда вот такие вот старые дома, смотрите, вот старые постройки переделывают на новый лад. Очень нравится. Очень нравится. Мой взгляд, это очень красиво. Здесь какая-то машинка. Из Salt, что ли. Bolt F. Такая больше, чем Spark. Очень красивая машинка. Вот эта вот улица, она на 90% со старыми постройками. Даже вот эти вот двухэтажные дома, они старые постройки, да? Вот это, ну, видно, да? Вот это по выпуклу части у нас по минимуму все это сведено. Ну, они как-то так, знаете, все это красиво обыграли. Это мне по этой улице гулять очень нравится. Еще вот такой момент, который я совершенно не понимаю. В таких вот очень зажиточных махалях иногда попадаются, просто и сравнительно, конечно, сравнительно вот с этими большими домами, хорошими постройками, качественными, попадаются такие лачушки. Там с миллионлетними рамами, с огромной территорией, которая пустует, с неухоженным фасадом. Ну, не знаю, ну, слава богу, может быть, у меня не было прям такого критического финансового положения, чтобы мне, кроме там еды, ни на что не хватало. Может быть, не знаю, или, может быть, характер у меня совершенно другой, потому что я стремлюсь, чтобы все было красиво. Ну, вот я таких людей не понимаю, когда тебя, если сравнивать с твоим домом, окружают дворцы, а ты живешь в таком состоянии. Я вообще таких людей не понимаю. Причем здесь земля, она такая дорогая. Продай эту землю, купи себе там в другом районе. Подешевле землю и построи на остальные деньги шикарный дом. Или там купи квартиру, раз уж ты вообще не собираешься нормально жить. Вот есть такие люди, которые, семьи, которые просто сильно удивляют. Есть такие, которые вот в нашем веке живут с окнами, затянутыми или обклеенными телофаном. Очень странная картина. Представляете, вот такой вот дом красивый, большой. И вдруг вот рядом домик, прям вот высотой вот эти ворота. Здесь дом большой, я имею в виду. Если камера передает, вот такой вот высотой домик, да, сравнительно с соседним. И там просто халяв. И вот таких людей я совершенно не понимаю. Я вообще думаю, что это не только от финансового зависит. Это просто еще и от мозгов, наверное. Умение пользоваться тем, что ты имеешь. Да? Я думаю... Вот это такое, если я правильно сделаю аналогию, это иметь такую соболиную шубу, да, в шкафу. Соболиную шубу в шкафу. Которую ты не носишь, а носишь какой-нибудь зимний костюмчик, такой еще употрепанный, да? И бережешь эту соболиную шубу. Причем у тебя есть возможность там как бы продать эту шубу, купить себе миллион хороших пальто. Вот такая вот у меня аналогия такая, знаете, чисто женская, может быть, даже бабская. Вот таких вот людей я вообще не понимаю. Ну, просто чисто из-за этических, моральных побуждений я, естественно, не снимаю эти дома. Хотя вот даже вот в таких вот местах такого жилья предостаточно. Это вот люди такие, знаете, ослы, упёртые, которые говорят, нет, вот мне это досталось от отца, от дедушки, или от кого-то, или от работы я заслужил, вот я буду здесь жить. Причем я не думаю, что это не отражается на самодовольности. Ну, вот, например, вот этот вот участок я вам покажу. Но он, конечно, прям, это конфетка рядом с тем, что я сейчас вам описывала. Тут просто наигромнейшая территория, 600, по-моему, минимум. И тут пахса, да, это глинобитные помещения. Ну, аккуратный домик, весь закрыт. Ну, весь прям хлев такой, знаете, вот такие вот, в таком состоянии дома есть. Я вот не думаю, что на самоощущении детей этих людей, это вот их состояние, благосостояние не отражает, понимаете? Когда у тебя рядом, у тебя вот такой вот сосед, да, вот с таким вот красивым большим домом. Тут, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь линей, как он. Это очень большой дом. Я еще раз повторюсь, у меня широкоугольная камера. Она как бы специально, чтобы все это поместить в один кадр, все это сжимается. Смотрите, довольно большой домик. И причем не самый большой из представленных здесь. То есть, я вот, мне детей вот этих упертых ослов больше всего жалко. Очень жалко таких людей. Вот смотрите, вот вам пример. Это старенький домик, да, может быть, там дедушка построил этот дом. Вот такой одноэтажный, типичных размеров, вот такой старенький домик. Ну, как его красиво выбрали. Вот здесь, смотрите, не дешевая машинка. Все тут в мраморе, все в травертине, в хорошем окнах. Людям достаточно. Я более чем вижу, что это одно крыло. Там внутри дома еще есть другое крыло. Вот таких людей я уважаю, когда из имеющегося, там, они делают конфетку. Но... Ну, вот, вот вам еще пример, да, надеюсь, вы меня не осудите, но... Вот я вот таких вот людей совершенно не понимаю. Тут вообще маленькая лачушка. Тут, по-моему, соток, если я не ошибаюсь, 4 сотки. Угловое помещение, угловое место. Это очень дорого, по сути, это расположение этого дома. Плюс вдоль дороги, да, сейчас уже нету такого понятия, что дома вдоль дорог будут сносить. Это все отменили, слава богу. Я вот таких вот людей совершенно не понимаю. Нет, оказывается, тут у нас есть большая территория и два дома. Одна такая маленькая, а другая так побольше. Но сильно, сильно, очень сильно отстает. Вот прям демонстрирует свое финансовое положение окружающим. Вот я таких ослов не понимаю. Конечно, я стопроцентно не могу сказать, там, наверняка, что побуждает их вот так вот держаться за свое жилье. Не могу точно сказать, но, тем не менее, когда есть возможность, надо им пользоваться, я считаю. Кроме как, например, привычки жить в этом месте, которое тоже не является оправданием. Я этих людей, ну, может быть, они как бы пытаются продать, никто не покупает. Это вот, наверное, одна единственная причина, которая может оправдать этих людей. По другим причинам я вообще таких людей не понимаю. Так, вот такая вот улица, стемнело. И, к сожалению, опять проблемы с камерой, потому что таким странным образом у меня телефон заполняется очень сильно и очень быстро. Хотя, вроде все пусто, это надо идти к специально к этим мальчикам, которые все это исправляют. И, к сожалению, я сама с этим не могу справиться. Вот такая светлая, красивая улица. Вот странно, почему сегодня у нас мало машин. Очень странно. И вот такая вот красивая у нас дорожка, но единственный минус этого места, это просто, ну, вот смотрите, как вам сказать, это место предполагает вот это вот место, как мне говорили, для незрячих людей. Тут такие спуски и подъемы. Спуск, подъем. Вот смотрите, поднимаются мальчики, потом опять спускаешься, поднимаешься, спускаешься. Буквально 500 метров, это даже не километр, это здесь очень большая, длинная улица. Ты просто настолько сильно устаешь, что начинаешь искать вот эти вот тротуарчики, которые вообще по традиции у нас находились вдоль дома. Но вот сейчас уже как бы не принято все это оставлять открытым. Сейчас устанавливают вот такие вот заборы. В старых махалях, благо, это все дело сохраняется, но это постепенно-постепенно подзабывают. И вот в таких вот местах, давайте я вам покажу, если кто-нибудь знаком с Ташкентом, вообще такими махалинскими традициями, я вам покажу. Вот это вот место, вот эта вот тропиночка, она, по сути, для людей, которые должны проходить все это, для пешеходов. По сути. У каждого дома есть вот эта вот тропиночка, вот такая маленькая такая дорожечка, предполагается, чтобы по ней шли. Но вот здесь у нас есть уже свой тротуар. Естественно, они, люди, имеют право это закрыть, обгородить. Но поверьте мне, как бы некрасиво это ни было, да, как бы красиво это ни было, здесь просто очень сложно по этому месту ходить. Но вот, что-ля, вот эти мастера, они, конечно, молодцы тут. Подобрать угол, вот смотрите, здесь вот идеальный стык, вот смотрите, они резали, да, идеальный стык. Каждая брусчаточка у нас, наверное, имеет где-то 3,5-4 сантиметра толщины. И если вот этот вот стык, стык еще и не подогнать и убрать по вертикали еще какую-то часть, такого идеального стыка, как здесь, вот здесь, этого не будет, естественно, да, вот это надо заморочиться. И по всей вот этой вот, не знаю, сколько километров эта дорога с двух сторон, все это вот в таком вот русле, вернее, вот заморочились, конечно, конкретно тут. Вот такая вот улица. Сейчас она, конечно, выглядит намного более презентабельно. И, по-моему, как-то так ее расширили. Хочу вам показать, к чему мы идем при вот таком вот, как вам сказать, стремлении или дороговизне жилья мы вот пришли вот к такому. Вот здесь, смотрите, дом, который вот в Канаде такие строят, вот в ближневосточных, в юго-восточных Азии, в странах Юго-Восточной Азии. Вот здесь дом шириной 5 метров, двухэтажный. Там, наверное, есть еще дворик маленький. Вот так вот, смотрите. Это, конечно, только второй случай, когда я вижу такой дом в Ташкенте, но, тем не менее, это, я думаю, скорее всего, в последующем к этому мы придем, потому что, по сути, вот эти вот дома, они очень большой территории, если сравнивать, как вам сказать, по нынешним потребностям. Поэтому, по большей части, людям как-то не особо хочется ухаживать за территорией. Поэтому. Вот этот вот дом я вам хочу еще показать. Не знаю, как-то так, знаете. Видела я этот дом, когда были открыты ворота. Как вам сказать? Я просто всего лишь простой человек и имею право как-то так, знаете. Если уж не критиковать, то как-то немножко порассуждать на эту тему. Ну, знаете, иметь ховля, иметь свой дом, да, с территорией большой и вот так вот жить, не знаю. Я такого навряд ли могу так легко воспринять. Не знаю. Ну, у всех разные там финансовые положения. Но имею вот такой вот хороший жирный кусок сала. Надо бы его как-то так грамотно уметь распределить. Но вот товарищи, как я поняла, они особо этим к этому стремятся. Спасибо.